Добрый день, уважаемые телезрители! У нас сегодня очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел» и я ее ведущий Рустам Вафин. И сегодня у нас программа будет в необычном формате, у нас сразу два гостя, поэтому сегодняшнюю в нашу программу можно шутливо обозначить «Смотрите, кто пришли». Я представляю вам наших гостей. Это профессор Института физики Казанского федерального университета Александр Израиль Фишман и доцент кафедры общей физики Института физики Казанского федерального университета Скворцов Андрей Иванович. Тема нашей сегодняшней программы – новый учебник физики за 10-11 класс отечественной средней школы, а если быть точнее, первый интерактивный учебник физики за 10-11 класс разработанных стенах Казанского федерального университета. Собственно, авторы этой разработки у нас в студии. И первый вопрос к нашим гостям у меня такой. Какая такая нужда или какой такой интерес заставила почтенную профессуру Казанского университета взяться за разработку учебника для средней школы? Давайте начнем. Позвольте мне начать. Дело в том, что мы много времени работаем уже в стенах Казанского университета, на кафедре общей физики, и сталкиваемся со студентами первого и второго курса, то есть непосредственно теми бывшими 11-классниками, которые закончили школу. И мы отчетливо видим, что уровень подготовки по физике учеников резко падает. И поэтому, конечно, обдумывая много этот момент, мы пришли к выводу, что нужно внести посильный вклад в повышение уровня образования наших абитуриентов. Это первый момент был. Второй момент я бы связал с тем, что современный научно-технический прогресс и развитие, в частности, информационных технологий, он затронул все отрасли народного хозяйства, но, естественно, он должен проникнуть и в образование. И поэтому мы пришли к выводу, что новые информационные технологии должны быть использованы и в образовании для повышения уровня абитуриентов. Тогда такой вопрос. А чем ваш фотоучебник отличается от тех привычных нам всех фолиантов, книг, в форме книг, по которому учился я, по которому учились наши телезрители? В чем его интерактивность, что это такое? Ну, я бы сказал следующее. Следующее. Современный мультимедийный учебник является эволюционным шагом в развитии учебников вообще. Я такой слайд подготовил, что когда-то учебников совсем не было, и люди передавали знания от одних, по которым другим с помощью клинописи. Потом появилась клинопись, люди стали писать на камнях. Потом появился папирус, на смену пришел к клинописи, и знания стали более активно передаваться с помощью письма. Потом появилась бумага, и, наконец, мы с вами переживаем еще следующий революционный шаг, когда появились новые носители информации. И, безусловно, эти новые носители информации, конечно же, дают значительно больший спектр возможностей передачи знаний ученикам, в пробуждении у них интереса. И вот в соответствии с этим мы как раз и задумались над тем, чтобы создать учебник нового поколения, в котором бы задействованы были бы все органы восприятия человека. Ну, а это должно, естественно, на наш взгляд, отразиться и на успеваемости школьников. А что значит задействованы все органы человека? То есть, если мы берем старый учебник, то есть там какие органы задействованы, и какие органы задействованы в вашем учебнике? Технологии-то информационные позволяют активно использовать видео и активно использовать звук, а также их совместное использование. То есть, показ видео и комментарии. То есть, изложение материала очень приближено к естественному способу передачи информации. Когда мы что-то показываем ученику, и когда мы это комментируем, рассказываем. Это формат видеолекции? Не видеолекция, а видеобеседа, я бы даже сказал. Потому что как раз учебник построен так, что мы минимизировали такое монотонное изложение материала, а используем прием методический. Это ведение беседы с учеником, когда он наблюдает, ему комментирует, и потом он должен тоже дать свои комментарии увиденному или ответить на какие-то вопросы. А можно какой-нибудь яркий пример привести, как это работает? Мне важно, чтобы наши зрители поняли отличие восприятия вашего учебника от тех учебников, по которым учились они. Потому что физика для большинства наших телезрителей это был довольно сложный предмет и довольно скучный предмет. Возможно, ваш учебник позволит это мнение развеять, и те люди, которые будут по нему учиться, будут совершенно по-другому воспринимать. Трудный для восприятия был предмет, скажем так. Ну, я могу просто пример привести. Один из примеров, например, демонстрационного эксперимента, который мы активно используем. Одно дело, как говорят, один раз услышать – это хорошо. Как говорят, один раз увидеть – это значительно лучше, чем сто раз услышать. Ну вот, к примеру, мы изучаем закон Архимеда. Вот демонстрируем такой интересный эксперимент. Железную гирю и легкий шарик. Нальем ртуть. Мы видим, что оба тела плавают. Вот этот эксперимент, например, вряд ли школьный учитель может показать. Это опасная работа с ртутью. Добавим санручку. Вот. Мы можем не только это, а вот продолжение этого эксперимента, когда тело плавает на границе, разделывается сред. Поэтому очень много задач, в частности, и в ЕГЭ. Но ребенок никогда не видел таких ситуаций. Соответственно, это произведет на него определенное впечатление. Это затронет его эмоции, а значит, поднимет и мотивацию. Ну и вот ученику задаются вопросы, на которые он должен дать ответы. Вот пример ответов у нас здесь есть. Если ученик затрудняется ответить на этот вопрос, он может все это прочитать. Но читать он уже будет с интересом, потому что ему захочется узнать причину того, что он наблюдал. Тут на самом деле получается, что вот мы сейчас начали с того, чем занимались с самого начала. То есть с самого начала была идея такая, что вот повысить мотивацию, прежде всего, людей, и показать, ну, грубо говоря, интересные фокусы. То, с чем в жизни он может не сталкивался или не обращал внимания на это. А когда речь заходит об учебнике, именно электронном, цифровом учебнике, то здесь получается такая забавная вещь, что вот вы нам задаете вопросы такие, как будто мы все знаем. А получается, что мы сейчас в роли первопечатника Ивана Федорова. Мы не знаем, как делать электронные учебники. Никто не знает. Это направление, оно развивается, ну, в лучшем случае, несколько десятилетий. Компьютер может делать очень много чего. Может показывать, может шуметь. Но самое еще главное, что он может взаимодействовать. Он может контролировать действия ученика, направлять его. Как это делать? Вот мы пытаемся найти. И вот, безусловно, конечно, интерес к предмету, он возникает всегда, когда человек сам на чем-то размышляет. А чтобы он на чем-то размышлял, ему должно быть интересно. Вот поэтому мы, собственно, начинали свою деятельность с того, что стали делать видеозадачи 24 года назад. Да. Практически день в день. Вот здесь показаны примеры некоторых наших продуктов, которые за этот период мы выпустили. То есть это и отдельные видеозадачи, и лабораторный телеметрический практикум, и совместные проекты у нас были выполнены с зарубежными компаниями. Опять же, вот первоначально развитие было в том направлении, что мы пытались сделать то, чего вообще никак нету в обычных учебниках. Но это не были учебники. Это вот в основном роль играло повышение мотивации видеозадачи, или же компенсация нехватки учебного оборудования. Телеметрический практик. То есть это были какие-то подпорки под учебный процесс, но это не был учебник. То есть это вот мы как раз, ну не скажу, что все эти годы думали, но, по крайней мере, под спудную такая задача зрела. Взяться-таки, наконец, за более глобальную работу, сделать именно мультимедийный учебник. Но ведь учебник – это, скажем так, достаточно бюрократизированная штука. Имеется в виду, у него есть какие-то сертификаты, месяца образования, должно поставить какие-то на него печати, свои штампы, допущения в школу. А как вы этот момент обошли? На первых пока сейчас сертификатов для электронных учебников нет. То есть есть рекомендации по тому, какое должно быть оборудование компьютерное, с которым должны работать люди. Но поскольку не вполне понятно, что такое электронный учебник, есть учебные приложения, есть некие приложения к учебникам стандартным, есть там PDF-формате копии учебников, которые там можно прочитать на книжках, в смартфонах и так далее. Но вот до конца не сформировалось, что это такое. То есть эта работа, она когда-то начиналась очень активно, вот когда-то мы участвовали в конкурсах Министерства образования. Это работа по систематизации, ну хотя бы даже определении того, чего это такое электронный учебник. Она активно велась, но это же тоже надо понимать, что это все непросто. Это же допуск или не допуск к учебному процессу тех или иных материалов. Это же большой комплекс вопросов, связанный с санитарией и с методической нагрузкой, которая здесь идет. И поэтому у нас сейчас мы компенсируем недостаток вопросов сертификации тем, что мы очень хорошо в идейном плане тоже привязались просто к одному из учебников, точнее к серии учебников, которые рекомендованы к использованию в учебном процессе у нас в России. То есть мы взяли стандартный учебник, который есть в России, который прошли все сертификационные процедуры. Нестандартный. Нестандартный. Хорошо, рекомендованный в школу, получивший одобрение для того, чтобы передавать их ученикам и учителям, и переработали его в интерактивный учебник. Я правильно понимаю? Именно так было? Ну вот я тоже хотел добавить несколько слов к тому, что сказал Андрей Иванович. Хочу подчеркнуть, во-первых, что действительно, что такое электронный учебник, пока до конца не сложилось представление. У авторов разных есть свои видения, свои требования они выдвигают к тому, что такое учебник. Ну и, соответственно, мы тоже сделали попытку со своей стороны показать свое видение, что такое электронный учебник, именно по физике. Вот тут есть некоторые особенности. Особенности, что это учебник и по физике, а не по гуманитарным предметам. И здесь свой отпечаток накладывают на авторов, если вы захотите создавать такой учебник. Это первое. Второе. Мы действительно, чтобы этот труд не был, очень большой труд не был потерян, мы пошли по пути поиска хорошего современного учебника по физике, который бы отражал все современные тенденции, требования федерального государственного стандарта. И вот таким учебником оказался учебник Льва Ильича Гинденштейна, который он выпустил вместе со своим коллективом в издательстве «Беном. Лаборатория знаний». И плюс этого учебника состоит в том, что он кроме того, что хорошо изложен материал, он написан в том духе, который требует государственное образование, образовательный стандарт, и он помогает учителям подготовить их учеников к сдаче единого государственного экзамена. То есть заточен под ЕГЭ учителем? Он не то, что заточен под ЕГЭ. У него фактически идеология методическая состоит в том, что через определенную новую методику обучать физике, а если вы обучили их физике своих учеников, то они успешно у вас дадут всевозможные экзамены, в том числе и ЕГЭ. Я бы даже больше сказал, даже не столько физики, сколько некой исследовательской деятельности в области физики. То есть у меня был доклад на одной из конференций методических, и я там использовал такой оборот, что учебник Гинденштейна – это последний бумажный учебник по физике. Потому что в рамках такого общения с вспомогательными средствами к обучению, что человек пришел, смотрит, потом что-то пишет в тетради. Вот в этом формате учебник уже дошел до предела. То есть он настолько активно пытается заставить ученика работать, не просто читать, а исследовать самостоятельно. Через решение задач, через ответы на вопросы, через самостоятельные выводы формул, проведение экспериментов. То есть самое главное, что он стремится побуждать активность. И вот в этом смысле он по духу очень нам близок. А следующий шаг вот отсюда, то есть еще раз хочу повторить, вот в формате бумажного учебника это уже предел. Если мы хотим развивать вот это направление исследовательской деятельности, а точнее обучение через исследовательскую деятельность, то следующий шаг – это, конечно, переводить это все в формат компьютера. И с целью такой, чтобы компьютер и вопросы задавал в более широком спектре, вот типа как наши видеозадачи, и контролировал, и предлагал услуги по обработке данных. То есть больше массива данных можно обрабатывать с помощью компьютера и получать интересную информацию. Потому что вот то, что касается контроля живого, и то, что касается помощи активной, вот этого в формате бумажного учебника нет. А в компьютере, это, конечно, он может быть реализован. Мы стараемся, пока не все получается, может быть, но мы к этому движемся. А вы автор базы учебника, он знает о вашей работе? А он сам автор. Он с автором в свое время издал очень интересные научные работы, кандидат в физмат-наук по квантовой механике у него направления. А потом он нашел себя вот в школьном образовании. Он автор уже более 20 учебников федерального уровня. Знаете, в своем золотом детстве, я помню, когда он натыкался на учебники физики, это даже была средняя школа, может, даже ранняя школа еще, синфолианты красивые, пыльные. Открываешь, смотришь эти картинки, и первая мысль, дай-ка я повторю, и там какие-то дощечки, гирьки, весы. И я пытался все делать. Это был такой живой интерес юного человека. Ну, хотелось повторить. Он думал, сейчас что-нибудь взорвется, это же будет интересно. У вас, молодой человек, который увидел ваш учебник, правда, у вас все-таки 10-11 класс, хотя там тоже был для взрослых, наверное, у меня, для старшеклассников. Что-то подобное он может испытать, эти эмоции, ощущения, глядя на вашу учебник? Ну, безусловно. У нас очень много интересных экспериментов, где, ну, вот один из них вы видели, например, когда плавает гиря в ртути. Кстати, я, будучи школьником, такие эксперименты примерно ставил, потому что мы как-то с мальчишками раздобыли целую бутылку ртути, и мы тоже бросали туда и железные гвозди, и делали всевозможные барометры ртутные, и это производило сильное впечатление, хотя мы не знали об опасностях работы с ртутью. Вот. А в нашем учебнике мы включили очень много видеозадач и демонстрационных экспериментов, которые граничат с фокусами буквально, поскольку у нас очень большой... Вот, к примеру, я вам хочу привести большой... ...в прозрачном сосуде находится горячая вода. ...элементов. Вот один из них мы с помощью жидкого азота демонстрируем возникновение тумана. Добавим в воду жидкий азот, температуру которого минус 196 градусов Цельсия. Вот это тоже, например, эксперимент, когда школьника мы показываем у нас в дни открытых дверей, производит на них сильное впечатление. Вот это один из примеров, который вы спросили, как это... ...можем ли мы заинтересовать школьников? Объясните, почему возникает густой туман? Вопрос задать. Ну, жидкости-то две. То есть есть вода, есть азот, а чей пар? Да, совершенно верно. Тут для учителя очень много возникает, на самом деле, вариантов. Действительно, показать живой эксперимент, в котором проявляется не один закон, а сразу много законов, и ученик должен узнать явления, отличить их, разделить их. Это одно из требований, современных требований ЕГЭ, чтобы ученик умел узнавать явления. Когда мы могли, конечно, это все нарисовать мультяшку и показать, но это уже не жизнь будет, это будет компьютерная физика. Это будет движение частичек по законам, которые мы сами написали. А в природе все значительно сложнее. И поэтому все эффекты протекают в значительно более сложной форме. То есть, другими словами... Более красочно, действительно. Более красочно. Молодой человек должен, вот здесь вот картинка, объяснить, почему там такой формы это облако, почему оно там начинает спадать, что это, азот или вода. Совершенно верно. Там не одно же облако. Одно облако возникало, когда азот кипел, и возникал пар вокруг него. Второе, когда мы налили в стакан с водой, возник густой пар. Почему там густой пар, а тут не густой пар? И вообще, почему пар белый, можно задать вопрос. Это неиссякаемое... Эксперимент, это ведь неиссякаемое количество вопросов может быть задать. Ну да, то есть там... Почему он белый? А отсюда перейти к вопросу, а почему облака белые? А почему облака синие и другие? И вот так, если учитель сможет путем постановки вопросов втягивать ребенка в исследовательскую деятельность, а это же уже элемент исследовательской деятельности, он же должен увидеть глазами явление. А человек ведь видит только то, что знает. Это значит, будет расширяться его кругозор. Вот в этом принципиальное отличие. Увидев вот этот облако или взрыв этого облака, там есть подсказки, которые объяснят, что происходит на экране? Безусловно. И как вот это подсказка... Вот что такое исследование? Это исследование, когда человек сам доходит до того, почему это происходит. А если есть подсказка, то он может даже не спринять. То есть там объяснили уже все, разжевали, дали, а он... Вот у вас сейчас очень интересная мысль как раз. Эту мысль автор бумажного учебника Генденштейн. Он проводит ее в жизнь. То есть он строит так систему маленьких вопросов, что заставляет ученика, отвечая на эти вопросы, маленькими шажками идти к ответу на главный вопрос. Вот это вот самая изюминка. И мы здесь ее тоже используем. У нас так называемые... Мы ее развили до каких-то вообще немыслимых пределов. Да, мы развили... Потому что у нас в десятки раз больше таких мелких вопросов, которые... Ну, по сравнению с бумажным вариантом, то есть вопросов мелких, которые компьютер задает ученику во время изложения материала. Здесь важный момент такой, что когда речь идет об учебнике, мы же должны все же соответствовать учебной программе. То есть мы должны не просто предоставить человеку открыть чего-нибудь. Нет, мы его должны подвести именно к формулировке известного закона прежде всего. Потом, чтобы, используя этот закон, уже анализировать какие-то там нестандартные ситуации. Ну, какой закон? Вот какому закону вы подводите в данном случае с экспериментом с азотом и водой? Ну, это влажность воздуха, насыщенный пар. Как ненасыщенный пар, переходит в насыщенный. Но это же я вам показал один эксперимент. До него идет беседа с учеником. То есть в формате таком, что учитель дает небольшую порцию сведений, небольшую, ну, можно сказать, 30 секунд, а потом задает ученику вопрос. Ученик должен рефлексировать, дать ответ. Подождите, учитель или учебник ваш? Я имею в виду учитель в компьютере. В компьютере, в кавычках учитель. Это очень важный момент, я к этому обязательно перейду. О том, как школьный учитель, реальный живой человек, и будет взаимодействовать с вашим учебником и учениками. Сейчас я говорю, когда слово учитель, подразумеваю закадровый голос, который сопровождает лекционный фрагмент. То есть ученик работает в комфортной обстановке такой. У него перед глазами как бы демонстрационный стол, на котором все это показывается, как бы рядом. Который занимает большую часть экрана. Рядом на экране место, где пишутся какие-то формулы, и закадровый голос, показывая что-то на экране компьютера, задает вопрос ученику. Ученик отвечает на этот вопрос, после этого изложение идет дальше, показываются новые какие-то эксперименты, рисуются анимационные модели, снова задается вопрос, ученик отвечает на него. И так идет изложение. То есть это больше получается имитация работы учителя, хорошего учителя на уроке. То есть есть предмет обсуждения, вот у нас для него выделена половина экрана, где показываются эксперименты, какие-то модельки движутся, есть доска условно, на которой пишется только то, что вот уже не вырубишь топором. Слова, минимум слов, только самое ценное, самое важное. И соответственно, вот наша предыдущая работа, она нам помогла в том, что мы отказались от показа человека. То есть говорящей головы у нас нет, закадровый голос, то есть мнение пользователей, именно детей, учителей, наших предыдущих продуктов, оно намекнуло нам, что вот по крайней мере, мы не знаем, как это то, что касается других предметов, ответить на этот вопрос. А в области физики образ человека там лишний в кадре. Давайте посмотрим пример организации лекционного фрагмента, о котором вот мы сейчас говорим. Давайте, конечно. Как связаны направления равнодействующей, ускорения и скорость точки при ее равномерном движении по окружности? Посмотрим опыт, в котором шарики, подвешенные на нитях, находятся на вращающейся платформе. Мы видим, что при равномерном вращении платформы нити отклонились от вертикали, куда направлено ускорение шариков. Ускорение шариков сообщает равнодействующее двух сил. Сила тяжести и сила натяжения нити Т. Изобразите на рисунке силу натяжения нити. Для этого захватите конец вектора Т и перенесите его в выбранный вами кружок. При этом вектор F покажет равнодействующие силы Т и МЖ. Итак, согласно второму закону Ньютона, направление ускорения совпадает с направлением равнодействующей, приложенных к телу сил. Вот это фрагмент мы показали. Вы сказали, что предлагается человеку, ученику самому доказаться до чего-то. Это что? Да, то есть, в этом фрагменте как раз было видно, что после некого... Во-первых, после демонстрации опыта, безусловно, после каких-то направляющих слов у учителя, точнее, этого компьютера, человеку было предложено самостоятельно расставить, например, векторы сил. И это дополнительный вопрос, который он должен был выполнить, дополнительное задание, которое он должен был выполнить самостоятельно. И это все в ходе... То есть, вот прозвучало слово в начале нашей беседы видео-лекция, это уже не видео-лекция, потому что человек вмешивается по ходу дела. Ну, по сути, вот... То есть, это есть интерактивность? Да, это есть интерактивность, причем достаточно высокого уровня, потому что здесь не просто там ответы на вопросы какие-то путем нажатия выбора из готовых вариантов, а именно перемещение объектов и установление каких-то взаимосвязей между ними. Вот физика — это эксперимент. говоря об учебнике, вот в данном случае учебники Герфанда, да я, если не ошибаюсь? Генденштейн. Генденштейн, извиняюсь, вашего автора и автора бумажного учебника. Когда... Что значит эксперимент в области дидактики? В данном случае эта вещь идет о дидактике. Вот есть учебник Генденштейна, есть учебники, по которым учились до этого. есть ли какие-то эксперименты, сравнения, когда группа учеников, которые учились по учебнику Генденштейна и группа учеников, которые... контрольная группа учились по другим учебникам, и выясняется, что по учебнику Генденштейна успеваемость по физике лучше. Такие данные есть? Или вы... Научных данных пока еще нет. Я даже не про ваш учебник говорю, не интерактивный учебник, а про учебник бумажный. Потом зайдем к следующей стадии эксперимента, уже связаны с вашим интерактивным учебником. Ну, я во всяком случае знаю, некоторые данные такие есть, но они касаются статьи такого направления влияния электронных учебников на уровень усвоения материала. Вот такие статьи есть, вот за рубежом особенно много, учебники. Но к ним нужно очень осторожно относиться, потому что с каким электронным материалом работали ученики, мы же не знаем. Одно дело, если ученикам дают PDF-файлы и заставляют читать учебник не с бумаги, а с компьютера. Я думаю, здесь будет отрицательный эффект. Другое дело, если к PDF-файлам добавили немножечко видеофайлов, и человек может, как гиперссылки, посмотреть какие-то видеофрагменты. Это другой уровень. И, соответственно, успеваемость должна измениться по-другому. А у нас учебник, он другого уровня. Он и методически по-другому излагается. В существующих учебниках нет такого, чтобы материал излагался в виде лекционных фрагментов. Предыдущие учебники не насыщены таким количеством демонстрационного эксперимента. Просто я для справки скажу, что здесь в среднем на каждый параграф из 40 параграфов на каждый приходится 4 видеодемонстрации. В среднем. Я уж не говорю о количестве моделей анимационных. Их уже там, наверное, на каждый параграф будет под 10, а может быть и больше даже на каждый параграф. Поэтому мы еще не располагаем данными, как отразиться на восприятии материала, на мотивации учеников, на их желании заниматься физикой наш учебник. Потому что он только вышел осенью 2019 года. Он только что поступил в продажу. но у нас есть опыт общения с отдельными учителями, которые мы можем назвать апробаторы, которые проявили инициативу и попросили у нас возможность использовать его. Отзывы очень высокие. То есть они с удовольствием используют наш учебник, начали с ним работать и говорят, что дети проявляют большой интерес. Но у нас еще есть и косвенное подтверждение, что мы на правильном пути. Дело в том, что мы уже говорили, что уже лет, больше 20 лет занимаемся созданием мультимедийных ресурсов, и у нас вышли демонстрационные видеозадачи, которые очень популярными оказались. Если вы наберете в интернете видеозадачи по физике, вы увидите там сотни ссылок на нас. Это уже говорит о том, что резко повышается интерес учеников. Даже наши видеозадачи переведены на другие языки, в том числе на, например, на немецкий язык. Профессор Гримм из университета Инсбурга перевел и выложил в YouTube несколько задач, ну, 20 задач на немецком языке для своих студентов. И там уже заходов на эти задачи больше 200 тысяч. Интерес, мы видим, что повышается интерес к физике, люди почувствовали некий элемент занимательности, а через него мы можем привлечь как раз молодежь к изучению этого предмета. Да-да, занимательность очень важный момент, потому что я помню тоже своего детства, когда, ну, слово говоря, мой первоначальный третий физики, порожденный этими картинками в учебниках, он был полностью убит, например, на уровне преподавания. Было совершенно скучно и неинтересно. И в то же время у меня тот же самый пример химия, органическая химия, которая считалась очень сложным предметом, но у меня был прекрасный учитель Вилор Борисович Черных такой, покойный уже, царственное небесное, который был гениальным учителем, директором школы, послушав которого, пройдя уроки, я эту органическую химию, я просто понял ее алгоритмом внутренний. Когда ты понимаешь внутренний алгоритм, дальше условия могут меняться, но если алгоритм есть, условия задачи, понимание внутреннее есть, просто щелкашка к орешке, было такое удовольствие я получал от органической химии, я очень жалею, что вот я не столкнулся с таким же учителем, который мог бы мне так подать физику, и вот у меня в этой связи вопрос, ваш учебник может быть заменой учителю? Вот такой задачи не стали. Хорошо, замену, скажем так, скучному учителю, потому что, ну, есть такой понятный, скучный учитель, это для школьника, вы спросите, учитель скучный, он скажет, скучный, или там, нет, он интересный, это может быть физика, это может быть история, без разницы. Вот у меня интересная встреча была, я буквально недавно вернулся с большого семинара в Москве методического, на котором выступал перед методистами-физиками физики России, и после презентации нашего учебника ко мне подошла одна из участниц, и сказала, причем серьезно, вы, говорит, хотите лишить нас профессии? После того, как ученик посмотрит все ваши эксперименты, когда вот так на высоком методическом уровне все объяснено, когда ему предлагаются небольшие задачки для проверки усвоенного, и он может сам все это пройти, тогда какова же моя роль? Она мне задала такой вопрос. Но, на мой взгляд, это, конечно, примитивное понимание современных электронных учебников и возможностей, которые дадут нам IT-технологии. На мой взгляд и взгляд наших моих коллег, с которыми я работаю, мы много это обсуждали, электронный учебник, он изменит вообще роль учителя на уроке. Традиционно учитель выступает в роли такого ментора, который вещает знания, все знает, и это мы очень прекрасно наблюдаем. К нам приходят студенты, и когда мы с ними начинаем решать задачи, беседовать, и задаем вопрос, вы откуда это взяли, что вот такой закон вдруг выполняется здесь, они отвечают, что нам учительница так сказала. У них все с ног поставлено на голову, они не понимают, откуда это, и задаешь, когда им вопрос, а учительница откуда знает, они говорят, из книг, а книги-то откуда знают, а книги, академиками написаны, а академики откуда знают, они не понимают, что физика это экспериментальная наука, и все наши знания берутся из эксперимента. Вот когда учитель в роли ментора выступает на уроке, именно такой стиль и складывается мышление у ученика. Все готовые знания даются вот так сверху, и самая главная моя задача, считает ученик, это вот усвоить набор этих знаний. А как таковые знания, они никому не нужны. У нас Википедия есть, пожалуйста, Википедия же вам не создаст новый летательный аппарат или новое устройство, новый гаджет, хотя она знает очень много, там все, что хочешь, можешь найти. Энциклопедии, пожалуйста, есть. Важно развить деятельность ученика на уроке, чтобы он сам добывал активными методами знания. Вот мы помогаем это делать. Вот всю рутинную работу первоначальную мы как бы берем на себя. Роль учителя резко возрастает. К нему, ну, я так привожу пример, ну, так называемого перевернутого урока. Мне кажется, что если учитель задаст ученику несколько лекционных фрагментов, чтобы он проработал дома, посмотрел опыты, там ему расскажут что-то, пусть он вот на первом примитивном уровне самостоятельно посмотрит эти фрагменты, пусть он не все задачи решит, не все ему, может быть, будет понятно, но когда он придет к учителю на урок, он уже будет готовым. А если он готов, то он воспримет из беседы с учителем в десятки раз больше информации, чем он идет по первому разу. И я даже привожу всегда такой пример, когда работаю с учителями. Идет урок, учитель что-то объяснил, спрашивает детей, ребята, вам понятно? Все говорят, да, понятно. Вдруг Петенька поднимает руку, Марья Ивановна, мне непонятно, что тебе Петенька непонятно? Вот у вас там буква И написана или Йод? Петенька, И написана. А что? Да я там вот не заметил хвостик, у вас там есть или нет? Нет, нет, это И, Петенька. Все, вопросов нет, нет. Петенька увидел, он смысла не понял излагаемого материала, но он увидел только то, что знал, буквы латинского алфавита, как они пишутся. теперь другой вариант. Учительница сказала, ребятки, прочитайте, посмотрите вот по электронному учебнику вот этот раздел, мы с вами начнем решать задачи в следующий раз. Приходят ребята в следующий раз, учительница немножко знаний освежила во время начала урока, немножко поговорила более глубоко о тех местах, которые вызвали затруднение ученика, а теперь она немножечко новый фрагмент рассказала какой-то дополнительный, спрашивает детей, вам понятно ребята? Они говорят, понятно. Петенька опять руку поднимает. Что Петенька? Марья Ивановна, я не пойму, там буква И у вас написана или Йод? Она посмотрела и говорит, это И, Петенька, И, а что? Ну, понимаете, И это ведь сила тока, а Йод это плотность тока. И у вас тогда размерность не совпадет в уравнении, я подумал. Это совершенно другой взгляд человека. Когда вы подготовленным идете на концерт, вы воспринимаете симфоническую музыку значительно более глубоко, чем человек идущий первый раз и слышащий, как стучат барабаны механически и как надуваются щеки у музыканта. Тут, кстати, вот слово раздел прозвучало. И вот в связи с вашим предыдущим вопросом по поводу анализа эффективности разных учебников, дело в том, что вот я тут вспомнил совершенно неожиданно, мы же примерно 10 лет назад с профессором Каташовым руководили работой аспиранта из Йемена Гамаль Альвахиши, может посмотреть при желании его диссертацию. И вот он проводил анализ правда у себя в Йемене эффекта, который вызван именно мотивацией с помощью наших задач, мотивации к обучению с помощью наших задач, изучения видеозадач именно изучение определенного раздела не всего курса, а некоторого раздела в Йемене и вот у него получились довольно-таки заметные цифры, то есть порядка 30% разницы между классом, где были видеозадачи использовались на уроке конкретным учителям, которого обучили при этом как пользоваться видеозадачами и той методикой, которая традиционно в Йемене используется при преподавании этой темы. То есть вот порядка 30%. Не всего учебника этого касается, а изложения определенного именно раздела с использованием мотивационных задач. То есть вот мы сами этим занимались в свое время, что собственно и убедило нас в том, что вот это просто необходимый элемент видеозадачи, необходимый элемент учебника. Он очень здорово помогает преподавать. Да, и еще я бы хотел добавить, что вот подспорья учителя практически вот сейчас если анализировать изложение материала в этом учебнике, практически каждая новая тема, новый вопрос у нас начинается с эксперимента. Учитель не имеет возможности показать. У него не хватает времени, потому что масса классов пять минут между двумя классами, причем классы разношерстные, то седьмой, то одиннадцатый, то десятый, то девятый к нему приходят. Он не имеет возможности показывать эти эксперименты. Во-вторых, у него нет такого оборудования, которое у нас, потому что мы создали свои эксперименты благодаря поддержке фактически ректората нашего, и мы выиграли грант у нас здесь, в рамках университета и создали колоссальную базу видеоэкспериментов более там трехсот. А до этого еще Казанский университет очень серьезно вложился в оборудование учебное. Плюс на кафедре закупка на два миллиона евро. У нас лучший физический практик по оснащению в России. И мы это все оборудование можем использовать в своих съемках. И не можем, а используем. Мы можем в смысле вот так вот взял, пошел, Указалось, что это есть еще одно преимущество или то, что к вашему, к вашей разработке возможно очень сильно хорошо подойдет, это есть собственные лицеи, где можно обдатывать методики и динактические. Это мы используем сейчас в лице массы выпускников, которые уже на этом оборудовании, выпускников физфака, которые на этом оборудовании работали, и они с нами контактируют. Вопрос сейчас не в оборудовании, вопрос сейчас в вашем учебнике? Да. Отдельные части нашего учебника, отдельные части нашего учебника, они тестировались в лице Лобачевского. И какой результат, какие-то есть результаты, или пока еще рано говорите об этом? Ну, результат какой? Образовательный? Образовательный и реакции учителей. Образовательный результат чрезвычайно высокий. Учеников загораются глаза, они с удовольствием выполняют, вот, например, наш лабораторный телеметрический практику. Я вспоминаю, мы работали летом, вместо летней отработки, там, на улице, в огороде, где там школьники отрабатывают на школьном участке. Мы собрали группу из десяти лицеистов, чтобы они выполняли лабораторный практику по физике, телеметрический, который мы создали с Андреем Ивановичем. Что это такое? Поясните, потому что нашел телеметрический практикум. Идея состоит в том, что мы предлагаем ученику видеофрагмент какого-нибудь явления, ну, например, полет камня, самый такой, элементарный. Видеофрагмент камень летит, по какой-то траектории падает на землю, и задается вопрос человеку, какое уравнение траектории, какое ускорение свободного падения и так далее. Специальное программное обеспечение, которое было создано нами, позволяет определить координаты этого тела, определить его скорости, ускорения и так далее. То есть ученики обрабатывают информацию, строят графики всевозможные, пишут отчеты. То есть это настоящая научная работа. Вот считайте, с Марса марсоход вам прислал фотографии, вы должны определить размеры камней, который там средний размер камня какой на Марсе разброс. Если я думаю, что если будет реальная фотография с марсохода и вам задача была определить размер камня, было бы еще интереснее. Нет, а у нас есть, у нас с Марса нет, у нас с Луны есть. Наши астрономы нам предоставили фотографию Луны, сделанную нашим телескопом, который в Турции находится. И ученики могут измерять размеры кратеров, например, высоту гор на Луне. Пожалуйста. Но это статическая фотография. Тут немножечко не очень интересно с этой точки зрения. А вот когда у вас живой эксперимент протекает, когда у вас какое-то тело двигается, и вы должны узнать коэффициент трения, это на учеников производит очень сильное впечатление. И они с таким азартом друг перед другом выступали, когда защищали свои проекты. Кто что измерил, и как он измерил, а его соседи критиковали, что ты не так здесь отмерил, не туда поставил эти числа, и они что-то не учел. Это было просто настоящее научное исследование. А эти ребята шли по специализации физика или нет? Это были в лицее же есть физико-математические классы, это те, кто физико-математические То есть они уже достаточно подготовлены были ребята? Ну да, конечно. были десятиклассники. Им еще год учиться. год, да. Десятый класс они закончили, им еще один год. Я сейчас не рассматриваю учеников, которые изучают физику в очень усеченном виде. Я считаю, что это вообще беда страны, что у нас есть такие ученики, которые изучают физику два часа в неделю. Вот по этому поводу у меня еще такой вопрос один. Я разговаривал с нашими представителями Института психологии и образования и там была ситуация с учителями в Саторстане, в России. Ситуация критичная, то есть близко, возможно, уже через несколько лет мы столкнемся с ситуацией, когда будет ситуация не критичная, а катастрофичная. И в качестве пример мы привели такую историю в Буинске на весь город, не очень большой, но не очень маленький, всего два учителя физики на все школы. Они скачут по этим школам, то есть по кругу и там преподают. Как по этому происходят занятия, какое качество выпускающих их учеников в знаниях физики, я представляю, думаю, что не очень хорошее знание, даже если кто-то есть там талант, в чем-то зерно, у кого было интерес к физике, он вряд ли сможет проявиться в такой ситуации. Вот у меня в этом смысле вопрос. Ваш учебники, если родители сами захотят, что сыночек или доченька попробуй, посмотри, они сами это могут сделать, или ваш учебник может в будущем заменить действительно учителя физики вот именно в таких ситуациях, где нет квалифицированных и просто нет педагогов квалифицированных? Можно, Андрей Иванович, я начну. Вы сейчас наступили на очень больную мозоль. Эта тема очень популярна в среде преподавателей института физики и поскольку это наша профессия и боль все это и все это все мысли крутятся вокруг вот этой ситуации. Во-первых, я, конечно, рад, что вы оптимисты, сказали, что скоро это будет критическая ситуация. она катастрофическая. 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 Я хочу сказать, что она уже давно катастрофическая. И мы уже на таком дне в области естественно научного образования, что ниже я просто не представляю, что может быть. Я поясню свою мысль. Дело в том, что введение ЕГЭ потребовало от учителя изменения методики преподавания. Была революция произведена в образовании. От учителя требует, чтобы ученик его мог решать задачи. Учитель к этому не готов. Методических материалов нет. Во что вылилась методика? Учителя вынуждены были перейти на натаскивание. По-другому они просто работать не могут. Представьте себе класс, в котором 30 человек, из них физику выбрали 5. Остальным не нужна физика, они в кавычках не нужна. Они еще не понимают, что им нужно, что не нужно. Но кто-то за них решил, что это не нужно им. Как учитель может научить 5 человек серьезно, чтобы они хорошо сдали ЕГЭ, как он может в этой ситуации научить их? Никак. Только натаскивание. Второе. Он не просто их натаскивает, а он их натаскивает на стандартных демонстрационных моментах, которые будут в ЕГЭ. Значит, даже если он считает себя, что он будет сдавать физику, будет готовиться к сдаче ЕГЭ по физике, и он знает физику, на самом деле он знает лишь ту часть, которая входит в сдачу ЕГЭ. Львиная доля физики, и к математике естественно относится, которая необходима для обучения в высшем учебном заведении, он в школе не получил. самое главное он не получил навык соответствующий, потому что по большому счету вот та система, которая сейчас используется, она формирует навык сдачи ЕГЭ. Она не учит предмету, не учит исследованию, она учит сдавать ЕГЭ. Все. Результат у нас просто, я повторяю, катастрофический. Если вы придете на экзамен допустим первого курса, который попытались прослушать первый семестр, вы увидите, что они мягко скажем, трудно им воспринять. Почти школьный курс, но только слегка в более полном объеме, нежели надо было сдавать им ЕГЭ. Для них это, повторяю, мягко сказать, очень трудный курс будет. Это несоизмеримо, как сдавались предыдущие поколения, что от нас требовали при сдаче университетскому преподавателю соответствующий семестровый курс. Даже на вступительных экзаменах. Я думаю, что сейчас задания много слабее, чем те, которые были у нас. Таким образом, нужно признать, что молодежь, которая сейчас учится в школе, изучает физику, она не готова к восприятию материала университетского курса. Вы говорите, поможет ли ваш учебник электронный в этой ситуации? Вот на мой взгляд, не знаю, как на взгляд Андрея Ивановича, я бы так вопрос не ставил. Я не хочу заменять государственную систему образования какими-то учебниками, которые вот сейчас все решат. Я не думаю, что наш учебник кардинально решит этот вопрос. Как любой другой. Мы не ставили целью. Это другая совершенно система. Должны быть хорошие учителя. Должна быть создана система подготовки учителей. Система переподготовки. Должны создаваться стимулы, чтобы учителя там работали. Мой отец работал в деревне. И я когда через 50 лет вместе с ним приехал к нему в деревню в Белоруссии, через 50 лет, и когда мы нашли старушку, которая только подняла голову, оторвала с грядки, посмотрела на него и сразу закричала «Мой физик!» Это на меня произвело потрясающее впечатление. она вспомнила, как они делали модельки их деревни. Домики из спичных коробков, столбики ставили, лампочки зажигали, и родителям рассказывали, как будет освещена их деревня. Это был 28-й год, когда он там работал. 28-й год. Такой учитель работал, он работал в деревне. Такие учителя должны быть. Это трагедия, что у нас в стране есть такие районы, в которых нет учителей физики. Это должно решаться на самом высоком уровне, причем бить надо в колокола не сегодня, а вчера. Я в данном случае смотрю с прикладу точки зрения. Я не очень верю, что эта система достаточно быстро изменится, а проблему решать надо сейчас, здесь, сейчас. То есть есть наши зрители, как правило, очень часто это отцы или деды, бабушки, матери, тех ребят, которые учатся в школе, которые собираются выбирать свой путь. И для них вот это решение поставить вопрос, что мы должны в каждую школу, чтобы все это было интересно, чтобы пройти металлогическую подготовку, чтобы государство о них заботилось, это все, конечно, правильно. У них стоит задача здесь, У них стоит задача понять их сын или отпросок вообще ему интересно или нет. Может быть подтолкнуть его к этому. И если что-то в этой ситуации поможет, вот опять же, мы говорим о подготовке к ЕГЭ, у нас сейчас очень часто свелось к выбору репетиторства. Это целое явление. Да, конечно. То есть когда учителя в школе просто у меня не хватает знаний и способностей донести времени, способности донести до учеников репетиторами добирают. Ваш учебник может заменить репетитора, опять же? Ваш учебник в такой ситуации, когда мы уже выиграть катастрофическое, я говорю критическое, в такой ситуации вот реальному людям он может помочь? Человек может купить своему сыну этот учебник? Кстати, мы потом сейчас спросим, как это все приобрести? и вдруг его ребенок посмотрел ваш учебник самостоятельно заинтересовался. Вообще это реально без учителя это может такое случиться? Почему я говорю? Потому что вот я сейчас увидел ваш учебник на экране, это не похоже на компьютерную игрушку. Вот я понимаю, что такое компьютерная игрушка это вот и кстати сейчас некоторые учебные программы начинают в форме компьютерных игр потому что там у людей вырабатывается дофамин очень активно при игре а что такое как раз интерес вот как раз из этих вещей ну гаван альфон меняется. Вот как может ли зажечь интерес ваш учебник? Тут во-первых без учителя немножко разные вопросы то есть зажечь интерес надо вот сегодня тоже прозвучала эта фраза надо в более раннем возрасте и для тот учебник который я думаю мы тоже со временем сделаем для младшей школы вот 7-8-9 класса вот там этим надо заниматься в основном здесь уже по большому счету взрослые люди 10-11 класс это они должны работать с другим материалом и по-другому уже в игрушки играть куда уж поэтому а вот вопрос насчет поможет ну я думаю что поможет тем более что у нас есть данные то есть по подобному же принципу мы пытались создавать учебник для создаем для первого курса и у нас есть опять же мнение о нем мы собирали среди студентов даже те люди которые привыкли работать самостоятельно по бумажным учебникам скажем так они отметили то что с ним просто элементарно гораздо быстрее получается то есть они вот даже вот люди которые ну в определенном смысле самодостаточные которые могут самостоятельно учиться они отметили что с этим учебником работать гораздо эффективнее по крайней мере на начальных этапах ну а школа это и есть начальный этап изучение предмета имеется ввиду это было андрей иванович я подчеркну это было очень важное мнение для нас потому что это было несколько отличников на физфаке отличники это непростые люди которые первоначально даже так немножко с высоко отнеслись отчетом мы же вот привыкли уже с книжку но они говорят что формирование зрительных образов вот этих понятий очень легко быстро проходят и читать потом сложные учебники значительно легче а что касается общения с троечниками у меня буквально вот такой опыт троечника ведь еще не заставишь в электронный учебник даже залезть и он садится ко мне отвечать я говорю вы посмотрели этот материал вот маленький лекционный фрагмент нет давайте включим его вы сядьте вон там сторонке посмотрите он сел через десять минут он ко мне подошел и совершенно спокойно ответил на все вопросы которые до сих пор у меня сидел в течение часа и не мог даже двух слов связать ему даже стыдно стал я говорю неужели вам эти вопросы легко даются он говорит а что тут все понятно то есть вот вопрос который вы подняли он тут два у него аспекта ведь надо еще чтобы учеба ученик смог пассивы проявить силу характера сесть смотреть это все то есть там очень доступно все очень понятно все рассказано каждое слово выверено то есть с этой точки зрения с методической у него не будет никаких проблем проблема чтобы он сел и кроме видика нужно же еще посмотреть формулы какие-то там пишутся да и у него еще спрашивают что нужно сделать какое-то преобразование из этой формулы в другую то есть написать еще одну строчку он должен там где-то в тетрадке если у него выработан характер он мотивирован мотивирован к этому он это сделает а мотивация она создается правильно андрей вам сказал и вы тоже это говорили на ранних этапах 7 8 9 класс когда я в седьмом классе построил своими руками телескоп и увидел кольца у сатурна все я для меня было все плохо там учитель ведет занятия или хорошо для меня все было решено я иду на физический факультет на астрономии это было железно и меня уже не волновало что там нужно графики какие-то строить или не строить все я был захвачен этой идеи вот надо захватить идеи вот на ранних стадиях а на старших стадиях уже 10 11 класс нас наш учебник он вам подыграет вам уже в принципе и учитель для начального понимания материала не нужен будет кавычках на первой стадии как приобрести ваш учебник ну это очень просто надо на сайт издательства бидон зайти и в разделе физика там вы увидите появится весь учебно-методический комплекс вот о котором я говорил автора генденштейна и в этом методическом комплексе в разделе 10 класс там размещена информация о нашем учебнике в настоящее время очень дешевый 160 рублей стоит это подписка на год она класс 30 там совсем небольшие деньги то есть на школу там еще меньше получается 2000 на один класс вот то есть я правильно понимаю что если стоит задача подготовить и у человека подростка есть интерес к этой теме к физике например собираются поступать сдавать и г по физике и родители понимают что вам надо его подкачать мать репетитора или взять ваш учебник есть альтернатива замену то есть репетитор или ваш учебник можно сказать это зависит еще ведь от человека я понимаю но то есть при условии что человек знает что найдет сдавать и г по физике ему это нужно ну вот можно сказать так что это вопрос который наш телевизор очень серьезно то есть вот очень большое количество задач других задач в игре нет скажем так про другое то есть здесь речь идет о том что егэ все таки это в основном решение задач а вот идеология которая использовалась вот левом или чем она как раз призвана развивать умение решать задачи вот и для того чтобы это умение может быть развита естественно только в ходе каких-то самостоятельных практических упражнений вот в этом смысле 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 помощи с одной стороны методической то что эти все задачи систематизированы рассказано как они решаются и в смысле такого объема большого количества задач которые просто можно перерешать вполне я думаю достаточно для того чтобы успешно егэ сдавать буквально извините перебил там типа 44 типа задач в учебнике есть задачи которые непосредственно в лекционных фрагментах такие несложные вопросы до вопроса чтобы ученик нам понять он там усвоил материал или нет дальше идут дополнительные задачи трех видов базовый уровень повышенный уровень и высокий уровень то есть ученик может даже вот и тут увидеть свой потенциал как даже такие что на егэ попадутся вряд ли не настолько сложные да есть совсем сложные которые на я на игра может быть и не попадутся но если человек может решать сложно задача для него видимо к менее сложность и опять же репетитор современный я к сожалению не знаю что такое репетитор по физике так что это явление такое но это все-таки обучение алгоритмом способ умением решения задач или это опять же натаска не только в более масштабном более жестком формате ну вот как я опыт общения с репетиторами как я вижу хитрость репетитора на мой взгляд заключается просто в том что один на один фактически если ученик занимается в обычной школе ну мы не скажем такой что физику преподает физкультурник там учить ученика хоро хорошая учительница и я знаю очень много ходят к репетитору от очень хороших учителей но ситуация тут такая в школе это как-то ответственность у ученика размазана а вот когда он идет к репетитору репетитор ему то же самое говорит но там один на один и ученик знает что ему завтра надо прийти к репетитору и решить там семь задач и репетитор будет у него спрашивать а это откуда это откуда и так далее вот чисто психологически некоторые у меня даже складывается впечатление что некоторые репетиторы они могут даже не обладать никакой методическими там мастерством а просто вот рядом сидеть вот я тебе дал пять задач он приходит ко мне пять задач должно быть решено я с ним побеседовал немножко дал ему следующие пять задач он опять идет домой дома работает активно приходит и говорит у меня начинает получаться конечно потому что он начал думать над этими задачами правильно понимая что может сесть рядом авторитетный папа включить ему ноутбук с этой ну папа не сможет другой человек посторонние папа имеется ввиду включить учебник но и в данном случае если у ученика есть сила воли и действительно мотивация что он поставил перед собой цель а здесь и ученика есть сила воли и мотивация действительно мы репетитор ну фактически да он его по старым учебникам традиционным эту физику освоить конце концов общее время наша программа подходит к концу я очень надеюсь где-то через год снова с вами собраться потому что очень надеюсь что к этому времени появится ответ на те вопросы которые пока мы не знаем в частности эксперименты эксперименты в реальной школе на реальных детях на реальных школьниках их успеваемость я думаю когда время появится появится какое-то продвижение этих учебников надеюсь и мы сможем тоже это обсудить и какие-то проблематик какая-то новая которая возникнет мы тоже обсудим вот а сейчас я хочу попрощаться с нашими телезрителями и напомню что наши у нас в гостях были сегодня профессор института физики казанского федерального университета фишман александр израилевич и доцент кафедры общей физики института физики казанского федерального университета скворцов андрей иванович до свидания а